Здравствуйте друзья, в этом обзоре мы продолжим рассматривать устройство из ZigBee серии от Sonoff. Про себя я называю ее Лего серия, так как общая концепция ее дизайна заключается в квадратных формах и рубленных краях. Но при этом вся серия отличается весьма скромными ценниками, зачастую наиболее дешевыми из доступных. А темой будет ZigBee датчик движения. Кстати, наряду с датчиками открытия, это наиболее часто применимое в домашних автоматизациях устройства, в частности управляющее освещение. Модель Sonoff CNZB03. Интерфейс ZigBee 3. Дальность обнаружения по прямой до 6 метров. Угол обзора сенсора 110 градусов. Элемент питания CR2450. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Размер 35 на 39 на 28 миллиметров, вес 19 грамм. Отдельно можно приобрести поворотную ножку подставку. Поставляются устройства, характерно для этой серии оранжевой коробки. Как видите, на мой экземпляр похоже кто-то пытался сесть. Но тем не менее, датчик остался неповрежденным. На коробке указан тип и модель датчика, а также краткие технические характеристики. В несчастной, но все же выполнившей свои функции коробке нашлись. Датчик движения, кусок двустороннего скотча для закрепления на поверхности, буклет с инструкцией и карточкой о прохождении контроля качества. Инструкция, хоть и небольшая, но все-таки мультиязычная. Причем нашлось место и для описания на русском языке. Из того, что нужно знать, для перевода в режим сопряжения будет нужна скрепка, как для сим-лотков. Как я уже упоминал, виду датчиков этой серии своеобразный и легко узнаваемый. Корпус устройства квадратный, ну почти квадратный, пара углов слегка скошены. На фронтальной части располагается полусфера сенсора движения. На задней части, сюда предполагается крепить комплектный скотч, указан номер модели и тип элемента питания, эта крышка съемная. На условно нижней стороне находится отверстие, за которым скрывается кнопка для включения режима сопряжения. Его активация выводит устройство из ZigBee сети, если датчик уже в ней находится. Крышка сидит довольно плотно, чтобы ее снять, нужно ее чем-то поддеть. Для этого предусмотрена специальная щель. Под крышкой находится элемент питания, батарейка CR2450. В транспортировочном положении от разряда ее защищает специальная вставка. На корпусе и крышке нанесены стрелки, которые нужно совместить, чтобы правильно ее установить. Перейдем к подключению. Для этого нам понадобится подобная скрепка, в комплекте ее нет. Готовность устройства к сопряжению подтвердит тройное мерцание красного светодиода внутри полусферы. Логическую часть я начну сразу с Tuya Smart, так как Evalink слабо распространена. Для подключения нам нужен хотя бы один ZigBee шлюз, у меня используется Ethernet версия от Moes. Запускаем его плагин, нажимаем добавить дочернее устройство и после активации режима сопряжения на датчике нажимаем кнопку светодиод уже мерцает. Процесс прохождения интервью и подключения занимает меньше минуты. Датчик появляется в окне обнаруженных устройств, правда тут он изображен несколько в другой форме. И после указания имени и локации попадает в список шлюза. И из списка шлюза и из общего списка устройств системы, кликнув по датчику и попадаем в его плагин, в котором отображается его статус. Соответственно, есть движение или нет. Такой сенсор относится к разряду бинарных, так как может иметь только два варианта значения. В плагине есть лог срабатывания, по которому видно, что интервал событий составляет 1 минуту. Можно включить режим уведомлений по каждой сработке. В свойствах устройства нет данных о совместимости с сторонними системами и это так, в Google Home например датчик не появился. Обязательно проверяем наличие обновления прошивок. Датчик движения может участвовать только как триггер или условие автоматизации. И для этого может служить либо состояние его батареи, например для предупреждения о низком уровне заряда. Либо собственно сам сенсор движения. Кроме опции наличие и отсутствие движения, тут есть еще варианты временных интервалов, когда движения нет. Наиболее распространенные сценарии с таким датчиком, это включение освещения по обнаружению движения, и отключение по его отсутствию, обычно выбирают какой-то промежуток 5-10 минут. Перейдем к альтернативным системам и начнем с SLS шлюза. Подключение по стандартной схеме, в шлюзе активируем Join, скрепкой нажимаем на кнопку датчика и ждем. Он определяется корректно с соответствующей моделью и картинкой. После чего датчик движения появляется в общем списке устройств шлюза. При включенной опции Home Assistant MQTT Discovery в настройках шлюза, он автоматически создаст новое устройство в интеграции MQTT. Вот все данные датчика из вкладки Info. Как и другие подобные устройства с питанием от батарейки, он является конечным устройством с переходом в спящий режим и не умеет транслировать через себя данные от других участников сети. С самого начала появляются не все параметры, которые способен передавать датчик, они будут обновляться по мере получения данных от него. Через некоторое время появляются данные о заряде батареи и вот так выглядит полный перечень. Датчик движения, уровни заряда и качество сигнала, таймаут при обнаружении движения по умолчанию 60 секунд и параметр последнего отклика от датчика. Эти параметры в виде пяти отдельных сущностей появились в Home Assistant. Одна относится к домену бинарных сенсоров, это датчик движения, остальные сенсоры. Проверим, влияет ли как-то параметр таймаут на реальное поведение датчика. Меняю этот параметр на 30 секунд. Создаем событие движения и наблюдаем. Вот уже 30 секунд прошло, а движение все есть. И только по истечении стандартной минуты, вне зависимости от установленного таймаута, датчик отключится. Попробуем другую сторону, поставим значение в 180 секунд, 3 минуты. Проверим как повлияет это на его поведение. Создаем событие движения, думаю как его сделать всем понятно. И наблюдаем за датчиком. Наступает решающий момент 59 секунд. И датчик переходит в состояние нет движения. На самом деле так и должно быть, так как этот датчик сам шлет события движения. Этот параметр нужен для тех датчиков, а такие существуют, которые не отправляют события движения нет. Что касается zigbee2mqtt, то тут тоже без сюрпризов. Запускаем режим присоединения новых устройств, а на датчике зажимаем кнопку скрепкой, пока трижды не моргнет красный светодиод. Данные со страницей информации. Производители модель корректны, конечное устройство. Все как и должно быть. Тут тоже 5 параметров как и на SLS, только вместе Last Seen и Timeout тут тампер и параметр указывающий на низкий заряд батареи. В комплект к стандартному уровню заряда. На вкладке настроек есть опция Retain, если конечно она не включена в общем конфигурационном файле аддона. При ее активации значения от датчика будут сохраняться в топиках MQTT и не будут пропадать до обновления при перезагрузке Home Assistant. Что касается Home Assistant, описанные 5 сущностей появляются в системе через интеграцию MQTT. Тут три бинарных сенсора, движение, тампер и разряд батареи. И два обычных так сказать сенсора, уровни сигнала и заряда. Что касается интервала времени от регистрации последнего движения до сброса, тоже 1 минута. Это надо учитывать при планировании автоматизации. Теперь пару слов о моем кейсе использования. Датчик хорошо себя показывает при вот такой установке, когда сенсор смотрит в горизонтальной плоскости. Чувствительность неплохая, порядка 5 метров по прямой ловит движение. Лично я его взял в пару к установленному в кухне датчику движения Акара. Он установлен параллельно стене, на боковой стороне кондиционера и ловит движение прямо при входе в помещение, даже чуть раньше, возле самого дверного проема. Но при этом он не видит остальную часть кухни. Героя обзора я разместил на стенке, примерно посередине. Так, чтобы он максимально покрывал все то, что не видит Акара. Вот так они расположены один относительно другого. Акара ловит все то, что происходит на входе и даже перед самой дверью. Угол настроен так, что когда входишь, то свет уже загорелся. Астанов не дает ему погаснуть пока в помещении есть движение, в том числе покрывая все мертвые зоны Акара. Что касается логики работы, то для датчиков движения я создал их виртуальные копии, в виде шаблонных сенсоров, по одному на каждую комнату. Один раз прописав шаблонные сенсоры в автоматизациях, их больше не будет нужды менять, даже при замене физических датчиков, так как они будут указаны только в одном месте, в шаблоне. А название шаблонного сенсора всегда будет одно и то же. Кроме этого, в таком сенсоре можно объединять несколько физических сенсоров, как в этом примере. Либо добавлять еще какие-то условия, например сенсоры времени суток, освещенности, статуса тех или иных устройств, либо ставить нужную задержку на включение или выключение. Полная гибкость. Вот так выглядит этот сенсор в автоматизации. Структура совершенно стандартная, но по факту, тут будет всегда использоваться одна и та же сущность, даже если вы полностью поменяете свою базу устройств. И в нее может входить по сути, неограниченное количество физических сенсоров и нужных условий. За время наблюдения за датчиком, каких-либо странностей или отклонений в его работе я не наблюдал. Все работает как заявлено. К достоинствам датчика стоит отнести его цену. К недостаткам весьма спорный дизайн. На этом все, надеюсь что обзор был вам интересен и полезен. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Не забывайте ставить лайки, это мотивирует. Чтобы не пропускать новое видео, подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления. Также напоминаю, что интересные новости, распродажи, купоны и акции на товары умного дома удобно читать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.